Приветствую всех любителей шахмат. Продолжается Кубок Мира Фиде 2021 года. Второй круг, первая партия. Подтянулись сильнейшие всего мира шахматисты и сразу же плохие новости. Ливон Аронян пропустил первую партию, у него поднялась температура. Надеюсь, сегодня он сдаст все тесты и ко второму туру все-таки его допустят. И также, похоже, Фабиано Куруана отправили на карантин в гостиницу, так как у его соперника тест оказался положительный на ковид. И, друзья, сегодня у нас три интересных фрагмента из партии. Первый в партии Даниил Дубов играет против Гукиша Дамараджу. Разыграна защита Грюнфельда, и Даниил играет в этой ситуации Ферзь А5 шах. Слон Д2, и, казалось бы, хочется просто вернуть Ферзя назад на поле Д8. Но последовал ход Ферзь А3. Даниил очень любит форсированно играть в дебюте. Ставит перед соперника всегда максимум проблем. Последовал ход короткая рокировка. Слон G4. Это уже новинка. Связываем коня. Естественный ход Ф3. Укрепляем центр. Слон отходит на поле Д7. Король H1. Этот спокойный и тихий ход уравнял полностью шансы. Дело в том, что, конечно, можно было сыграть поактивнее. Теперь же позиция фактически равна, что неплохо для черных. Ладья С8. Теперь точно хочется взять на поле Д4. Будет под сбором слон на поле С4. Последовал ход. Ладья С1. Укрепились. Брать как-то пешку на Д4 все-таки черным не хочется при короле в центре. Поэтому Даниил сначала решил сделать 0-0. Пешка теперь серьезно подвисает на поле Д4. Но белый в ответ нападает на Ферзя. Хочется опять же Ферзь А5 вернуться Ферзянку от назад. Даниил же играет Ферзь Б2. Достаточно острый ход. Хотим при случае скрыться на Б6 и вернуться. Ладья Б3. Парень тоже на высоте достаточно. Ферзь А2. Брать теперь на поле Б7 и на Д7 как-то не хочется. Черные в ответ съедят слона на поле С4. И ладья хоть и будет находиться на седьмом ряду. Она все-таки одна в лагере противника. Поддержать ее особо нечем. Поэтому соперник играет сначала Конь С3. Вставляет такой промежуточный ход. Последовал ход Ферзь А5. Теперь уже взятие на Б7 намного сильнее. Ферзь Д8. Слон идет на поле Б5. Пытается белый расставить фигуры как можно агрессивней. Возможно потом как-то пешки вперед пойдут при случае. А6. Слон бьет А6. Конь Д4 забрал Даниил. Последовал ход Конь Д5. Централизация коня. Ладья А8 напали на слона. И в этой ситуации лучший ход за белых. Это ход Слон G5. Напасть на пешку на Е7 отдавая слона. Но последовал ход Слон Б4 с той же идеей. После ладья А6. Белые пожертвовали вот так вот слона на поле А6. Но теперь бьют пешку и хотят забрать еще на Ф8. Получится две фигуры за ладью плюс пешка. Компенсация. Ферзь идет на поле С8. Забрали на Ф8. Ну и Конь на Д5 достаточно силен. Забрали королем. Последовал ход Ферзь Б1. Защитили ладью. Конь С6. Прикрыли где-то при случае поле Е7. Ладья С7. Нападаем на Ферзя. Ферзь Д8. Ферзь С1. Идут маневры. Последовал ход Слон. Слон Е5. Напали на ладью. Возможно лучше было сыграть все-таки Конь Е7. И задать вопросы. Самые сильные, наверное, централизованные фигуи белых. Коню Д5. Последовал же ход Слон Е5. Ладья идет на поле Б7. Король Ж7. Такая профилактика. Ферзь С4. Ладья идет на поле А3. Это, наверное, серьезность и неточность. Можно было поставить как-то на А5 ладью лучше. Последовал ход Ф4. Позиция все равно примерно остается равной. Но для черных требуется серьезная точность. Можно было здесь сыграть, допустим, на Конь Е5. В парке последовал ход Ладья А1. Брать теперь на поле Е5 нельзя. Ладья защищена, конечно. Ну, последует, допустим, на взяли. Можно сыграть Конь Е5. Такая вилка. На Ладья Д7 можно съесть Ферзя. Короля вовремя отвели. Теперь нет взятия на поле Д8. Заберем. А после Ладья Ф7. Ферзь у нас остается на доске. Всего лишь за Ладью позиция, конечно, выиграна. То есть, можно где-то королем отойти на поле Ж8 и играть позицию на победу. Шаг нам не страшен. Заберем на Е7. Позиция будет выиграна. Вот такая могла возникнуть ситуация. Но в партии последовал ход Ладья Б1. Ладья отступает назад. Взяли на Б1. Ладья Б1. Слон идет на поле Д4. Не хочется, конечно, его ставить на М6. Там как Е5 возможен, так и при случае размен. Последовал ход Конь Б4. Попытка выбить опору из-под слона. Ферзь Б6 укрепили. При этом связали коня. Какие-то пытается Даниил строить козни своему сопернику. Ну, все правильно. Побеждать-то нужно, несмотря на черный цвет. Последовал ход Ладья Д1. Убрали из-под рентгена. Слон Е6 на поле на Ферзя. Конь Д5 вернулись. Отступая нападай. Одно из правил. Блица особенно. То есть, в Блиц надо всегда нападать на соперника. Сопернику это, конечно, не нравится. Конь Д5, Ферзь Б7. Брать как-то теперь не хочется. Последовал ход Ладья С1. Слон Д7 укрепили коня. Х3. Ферзь Б2. Ферзь идет на поле С2. Даниил против размена. Уклоняется. Последовал ход Ферзь Д2. Тихий. Ферзь идет на поле А5. Здесь уже не против размена Даниил. Последовал ход Ферзь Д1. Ферзь А7. Е5. Вот так вот пространство пытается захватить белые. Ограничить слона, чтобы назад при случае не отступил. Ферзь А3. Серьезная, наверное, уже неточность. И в партии последовал такой интересный тычок. Е6. Тяжело теперь играть достаточно черным. Последовал слон. Б2 напали на Ладью. Взятие теперь не проходит. Заберем на С1. А Конь держит поле Д8. Ладья С2. Белый тоже на высоте. Позиция все равно равна. Слон Е6. Ладья С2. Решил качество отдать Даниил. Бьет теперь на поле Д5. Ферзь Д5. Шаг на поле Е1. И партия причаливает к ничейной гавани. На ход Король Х2 последовал ход слон Д4. И здесь уже есть такие угрозы. Где-то при случае и слон Ж1. Ферзь Е1. Король идет вперед. И там его можно догнать пешками и Ф5. И Х5. Серьезные такие угрозы. Казалось во время партии, что можно как-то ходом ферзь Е4 взять под контроль. Ну, тоже вряд ли спасает. Можно дать шаг. И как-то вечный шаг зашаховать. Королем идти вперед. Это фактически мат. Там и Ф5 минимум есть забрать. Ферзья в позиция будет выиграна. И Х5 при случае интересный. То есть дали Х5. Король Ж5. Ф6. Забрали. И слон Ф6 нарисовали. Такой кооператив. Но индуский парень, как он все равно на высоте. В этой ситуации автоматически он играет. Ладья С1. Беста ферзь Е4. Ладья С1 последовала. Вынуждая черных забрать ладью. После чего ничья. То есть ферзьевое окончание. Пешек поровну. Забрали, съели. И зафиксировали ничью. И давайте перейдем ко второму фрагменту. Тоже достаточно интересная заруба среди девушек. Казахстанские шахматистки устроили настоящее тут побоище. Белыми играла Бибасара Асубаева. Черными Женсая Абдумалик. Уже достаточно титулованный к девушке. Последовал ход в этой ситуации. Ход С3 со стороны черных. Лучше было сыграть. Пешку поставить на поле Ж5. И на коне Х5 спрятать слона на поле Х8. После же хода С3. Ферзь Е3 очень мощный ход. Убираем ферзя из-под удара слона. Хотим пойти Е6. Ну и попутно прихватили лишний раз поле С1 под контроль. Последовал ход Ж5. Конь Х5. При случае готового врезать этого слона. Также грозит заезд. Ладья Д6. Ладья РЖ7. И начинается атака на черного монарха. Последовал ход С2. Попытка отвлечь силы белых от атаки. То есть хотят конечно черные, чтобы последовал ход ладья С1. Но следует ладья Д6. Напали на ферзя. Хотим ее перевести на поле Ж6. Ферзь идет на поле С4. Напали на А2, на Б2. Пытаются черные найти контр-игру. Ладья Ж6. Атакован слон. Последовал ход. Ладья Б7 прикрыли. И Е6. То есть пешка идет вперед. Попытка двинуть ее еще дальше. Убрать ладью Б7 из игры. И забрать на Ж7. Потом можно будет и конь Ж5 навесить. Позиция будет хорошая. Если в этой ситуации пойти ладья ИСи. Можно уже конем запрыгнуть. Подбросить еще дополнительных ресурсов поближе к королю. В партии последовал ход. Король А7. Атакован на ладья. Возможно черные рассчитывали только на ладья Ж7 и Е7. Что тоже было вполне возможно. У белых и там перевес. Но последовал жесткий ход Е7. Забрали королем. Забрали на Ф8. Превратили в ферзя. Слон Ф8. И вилка на короля с ферзем. Конь Е5 шаг. Король бьет Аш5. Белые здесь просто забрали ферзя. Можно было конечно сыграть ферзь Аш3 и объявить мат несколько ходов. Допустим ферзь Аш4 единственный ход. Забрали на Ф5. Грозит Ж4. Грозит ферзь Аш6. Защиты нет. То есть допустим ладья Ж7 прикрыли поле. Тогда сыграли Ж4. Забрали и мат ферзем. Конь отнимает поле Ж6. Давайте посмотрим как было в партии. В партии же после короля Ж5 последовал плоднокровный ход конь С4. Теперь на конь С4 шаг и забрали ладью. То есть такая вилка на короля с ладьей. Последовал ход ладья Е7. И простой ход конь Е5. После чего черные немедленно сдались. Все так же грозит мат на Аш3. Фигуру убрали из-под боя. И всегда при случае можно в том числе и пешку отнять назад. Вот такая вот интересная комбинация достаточно со стороны белых. Внезапная буквально атака. И давайте посмотрим третий фрагмент из партии Александры Костенюк. Александра Костенюк играла белыми. Да и Сикори играла черные. Последовал ход Б4. Попытка где-то отбросить коня. Занять поле Е5 конем. Последовал ход ладья Е7. Слон берет поле Е5 тоже под контроль. А4. Белый готов двигать Б5 А5. Либо А5 потом Б5. Последовал ход ладья Е7. Ладья А на Ф8. Пытается черный как-то создать давление по линии Р. Но слон надежно защищает. Ладья идет на поле А3. Избыточная защита. И плюс ладья готова подключиться при случае к атаке на черного монарха. Где-то с поля Ж3. Либо с поля H3. Последовал ход конь Е7. Попытка где-то перевести коня на Ф5. Поближе к белому королю. Конь идет на Е3. Белый в ответ хотят перевести своего на поле Е5. Последовал ход ладья Ф4. Поле Ж4 взяли под контроль. Конь отходит на поле С2. Укрепляем пешку Д4 лишний раз. Последовал король А8. Профилактика. Ж3. Пытаемся выгнать ладью. Очень неприятно. Она стоит по четвертому ряду. Ладья Е7. Слон отходит на поле Д1. Конь Е5. Последовал ход конь Е5. Терпеть такого коня уже не хочется. Забрали, съели. Ладья Ж7. Б5. Ударов на поле Ж3 пока не хватает. Все-таки ладья у нас притаилась и надежно защищает. Ферзь идет на поле С7. Атакует пешку на поле Е5. Ладья Е1 защитили. Последовал ход ферзь С5. Напали. Отошли. Ладья Ф3. Ладья С8. Встает на открытую линию. Слон идет на поле Е2. Попытка перестроиться. Откуда слон будет посматривать в сторону черного монарха. И при этом защищать коня на поле С2. Аш5. Попытка контр-игры. Пошли просто. Слон Д3. Следует ход конь Д4. Забрали, съели. Иначе белые сами угрожали забрать. Возможно потом где-то тычок при случае есть. Е6. Ладья Ф4. Ферзь отходит на поле С5. Король Ж2. Точный ход. Король Ж8. Черный пока топчется на месте. Пытается заставить белых высказаться. И Александре Костенюк есть что сказать. Ладья Ф6. Ферзь идет на поле А3. Ладья Е3. Где-то перестраиваемся. Грозит в данный момент слон А7. Шаг. И забрали ферзя. Последовал ход ферзь А4. То есть белые пожертвовали пешку. Но при этом развивают мощную атаку на черного короля. Ладья Е на Ф3. А5. Попытка контр-игры. Хотят пешку продвинуть как можно дальше. Отвлечь силы белых от атаки. Но не тут-то было. Ферзь А6. Просматривается теперь угроза слон А7. Ладья А7. И на Ф8 дали два шаха. Последний шах оказался матом. Ферзь идет на поле Б4. Взяли поле Ф8 под контроль. Ладья Ф4. Напали на ферзя. Ферзь А3. Повторили позицию. Ладья Ф3. За 4 слона угрожаем опять же взять на А7. Ферзь С5. Черные не хотят даже повторять. И готовы как-то двигать дальше. Но теперь следует... Уже здесь можно было нанести на самом деле интересный комбинационный удар. Но последовал Ферзь А5. Слон идет на поле Е8. И здесь уже Александра не растерялась. Нанесла тактический удар, друзья. Можете поставить видео на паузу. Потренировать свое тактическое зрение. Давайте я вам дам еще несколько секунд, чтобы вы смогли поставить видео на паузу. И покажу вам решение, которое случилось в партии. Итак, в партии последовал ход слон А7. Именно этот ход можно было нанести два хода назад. Вместо взятия на поле А5 сразу врезать на поле А7. Ладья А7, шаг с поля Ж4. Добрались до пешки Е6. Ладья Ж7, Ферзь Е6. И теперь выясняется, что на король А7 последует мат в один ход. А король А8 тоже не спасает. То есть на король А8 последует ладья Ф8. Король идет на поле А7. Далее шаг. Король Ж6. Далее шаг ладьо и красивый мат пешкой. Король Ж5, Ф4. Можно было также как-то и по-другому заматовать. Это не суть. Вот такая вот интересная комбинация от Александра Косинюк. Жертвой слона. Всем, друзья, спасибо за ваше внимание. Пишите обязательно комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем добра и хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok